Больничный лист теперь можно открыть вообще без контакта с врачом. Куда дозваниваться, кто решает, насколько вам выдадут бюллетень и не перегрузит ли это поликлиники? Весь день разбиралась моя коллега Анастасия Мосина, она сейчас в студии. Настя, здравствуй. Мне вот лично непонятно, как эта вся система будет работать. Я думаю, многим нашим телезрителям тоже, поэтому тебе слово. Да, Максим, здравствуйте. Действительно, не все так просто. Мы сегодня пытались разобраться. Я сейчас постараюсь подробнейшим образом описать этот алгоритм. Нужно отметить, что все работает на абсолютном доверии врача к пациенту. На все вопросы необходимо отвечать максимально честно. Итак, если вы чувствуете недомогание, у вас высокая температура, насморк, кашель или, не дай бог, признаки коронавируса, но вы не хотите посещать поликлинику, а хотите оформить больничный дистанционно, то есть два варианта. Звоните в регистратуру или кулцентр поликлиники по месту жительства. Там либо оператору, либо сразу врачу расскажите о своих жалобах. Необходимо будет ответить на ряд очень важных вопросов. Сколько вам лет? Имеются ли у вас хронические заболевания? Если вы женщина, не беременны ли вы? Какие у вас симптомы? И многое-многое другое. Такая подробная консультация с терапевтом позволит сделать вывод, и можно ли вам оформить вообще больничный дистанционный, или все-таки стоит посетить врача. Если вы не смогли дозвониться до своей поликлиники, есть еще один способ. Позвоните на номер 122. После соединения необходимо нажать цифру 7, и там пообщаться с оператором. Он должен будет передать всю информацию врачу. Ждите, когда вам позвонят из поликлиники, и вы получите консультацию терапевта, который должен вас проконсультировать, назначить лечение, и после этого открыть больничный. Важно отметить, что при признаках ковида к вам на дом приедет бригада и возьмет мазок. Больничный откроют на 7 дней. Если за это время вы выздоравливаете, то больничный закрывают автоматически. Если вы продолжаете болеть, то необходимо также позвонить в поликлинику и продлить больничный. К сожалению, пока далеко не во всех поликлиниках Красноярска этот алгоритм работает. Не везде готовы оформлять и закрывать больничный дистанционно. Где-то просто не выдерживает система. Но в Минздраве рассказали, что рекомендации получили абсолютно все поликлиники Красноярска и межрайонные центры. Там в ближайшее время постараются организовать работу. Понятно, что этот порядок временный. Скорее всего, будет действовать до середины марта. Примерно именно тогда ожидается, что пятая волна пойдет на спад. Понятно также, что сейчас система только отрабатывается. Возможно, временные сбои, возможно, временные сложности. Но и Министерство здравоохранения края, и Министерство цифрового развития, и профильный комитет по охране здоровья и социальной политики сделает все, что необходимо для того, чтобы система работала максимально эффективно. И что самое важное, в интересах пациентов. Вот пока особенно сложно обстоят дела с обращениями на номер 122. Очень много жалоб в социальных сетях. И давайте посмотрим, что пишут люди. Моя сестра беременная. Позвонила на этот телефон, описала жалобы. Сказали, пусть сама идет в поликлинику. Никто не приходит и не звонит, когда оставляешь запрос на 122. Сказали идти и открывать больничный в поликлинике. Красота, конечно. Но на деле, так битый час, Викровь пытается открыть больничный до поликлиники. На медицинском не дозвониться в принципе. Колл-центр посылает на госуслуги. Сегодня звонили на 122. Все это бред. Они отправляют в поликлинику. И тем не менее, мы сегодня побывали в поликлинике на Воронова. Там сумели наладить работу со службой 122 и принимают обращения. Поступают там звонки на горячую линию, в колл-центр. Там очень много человек задействованы в этой работе. И нам рассказали, что в сутки принимают порядка трех тысяч звонков. 300-500 больничных оформляют каждый день. Вот что рассказала заместитель главного врача. У нас для этого организованы горячие линии в поликлиниках, в котором работают порядка уже, наверное, 20 сотрудников, которые только принимают звонки из линии 122, куда могут обратиться пациенты. И на нашей горячей линии телефоны нашей поликлиники, горячей линии колл-центра. Соответственно, собирают информацию всю по пациенту и передают врачу. Врач непосредственно уже проводит аудиоконсультацию в телефонном режиме и выдает лискин трудоспособности. Врачи акцентируют внимание и настаивают, что такое дистанционное открытие больничных, дистанционное оформление больничных. Это не есть дистанционная медицина. Например, беременным женщинам и пожилым людям дистанционно больничный не откроют. При высокой температуре все-таки врачи приедут на дом. А если же болезнь протекает в легкой форме, то пациента попросят прийти на прием лично. Спасибо, Настя. От себя лично, конечно, хочется пожелать всем крепкого здоровья, но тем, кто болен, скорейшего выздоровления.